сейчас так пойдемте сейчас я включил камеру так и мы будем знакомиться это надо если бы я не снимал эти фильмы знаете сколько я снял 5400 а если бы я их не снимал тогда бы не было бы это и вас тут не было так что не удивляйтесь итак знакомьтесь 15 лет назад я купил на рынке этот колновидную яблоню вот на 5-й год дала два яблоня на 10 еще одно яблоко и наконец-то 15 еще два это есть норма как зачем выбросить два яблока еще еще тысячи 10 лет еще долго так идем сюда на минутку сожалению почти ничего на угощение не осталось но посмотрим это горы серёги не захватил собой выдачи это такое да яблоки яблоки не ошиблись в этом году попробуйте вы мелбу покупали все все в торопешку он вас не угостил да это вот она да вот да все начинается с того что грязными руками вымазывает чистейшие это я сейчас собирал захватить для это для моего внука вот ну в общем понятно так сядьте пожалуйста отодвиньте или как сейчас груши мы будем огощаться роскошные сливы только закончились вот так смотрите вы сказали что в абакане так значит каждый город делится на несколько зон вот абакан от именем три зоны минусинск это четыре зоны был такой синайка знаменитый садовод сейчас конечно быстро все забывается авторитеты синайка вот минусинский он а это же рядом он умудрился минусинск опытнейший человек разделить на четыре зоны зона где растет все включая не замерзающие персики раз потом похоже похоже все это зона где вообще ничего не растет я там не был не знаю про бакан лучшего вы упомянули слово под синий значит свое время под синим сейчас я специально к этому клоню итак значит байкалов важный садовод скажите что вы не слышали о нем вот самое мне знаете извините сказать что морду хочется набить диван а тем кто вот это вот это вот так организовал дело всех достойный звезды героя труда человек достойный памятника вот знаменитейший в узких кругах сожалению байкалов так ваш земляк вот автор абрикосов сортов сегодня покупали саленцы абрикос вот а так как он умер несколько лет назад все на этом а покупают в основном у приезжих а приезжие это ваш этот земляк нет не ваш 300 километров на север 400 на восток рассказывал значит возле абакана продают саженцы железко и якобы так минусинский продавали саженцы селекционного селекционного сада железова тут не набрали и тонны продуктов вот таких яблок лучше не лучше а южных отравленных под названием называют из сада железовского железовские я получается и вот что я к чему говорю значит байкалом забыть вы покупали эту приезжих что-нибудь саженцы приезжих мы ничего не покупаем потому что они привезли это непонятно же откуда какой там регион и как они прерываться будет маску бы да и мы мы единственный раз покупали саженцы минусинском питомнике вот купили яблони грушу и два абрикоса вот это все прижилось две сливы как бы они как веточками как были вот так у вас вот этого яблони так идем нас и растут сам яс абрикосы еще не плодоносили уже лет 5 на 2 которые большие а те а те два абрикоса это мы покупали у женщина работала преподавателем где-то в колледже ну тоже и вот мы вот у нее частное лицо да да частное лицо абрикосы вкусные не крупные груши более-менее ничего в питомнике покупали она не крупная но вкусная и вот решили вот у вас климат по коже тем более вы занимаетесь вот понятно а знаете почему я вспомнил байкала почти случайно он просил у правительства как оси дать ему часа под синим вот чтобы он мог заниматься дальше у него уникальные сорта и так далее так далее ему знаете что ответили мы не можем вам там дать это ему почетному у него и звание заслуженные агроном вот но ему сказали нет потому что подсиние это вроде московской рублевки одно и то же у нас есть дачи на нет давайте так мы говорим сейчас о чем не а мы говорим только наиболее благоприятном участке для садоводства у вас там абрикосы спокойно растут знаете об этом у нас на участке растут в этом году почему-то нет абрикосов вообще ни у кого ну или много у кого много у кого нет это верно у нас только в черомышках хорошо пошли у меня и дальше по моему вот сейчас так смотрите вы купили что именно так я скажу так расскажу за вас не ищите красотки а второй на на минусинский да да ладно не в этом дело не принципиально дело в том что я легко я вздохнул когда вы сказали с одной стороны наглость неимоверная персик сибири а с другой стороны только два места в абакане где они могут расти подсиние и гора самохвал все но у нас дачи на подсинием есть а участок там 10 10 не буду я плохо знаю я даже знаю что такое в десятом нет тогда скажите авакан греется нет ваш участок пусть даже вонючими газами нет ну как разная у нас он как бы с восточной стороны города ветра через нас на город иду получается через вас через участок и на город так где вы будете садить там или тут мы вообще ходили садить в десятом а почему тогда не потенем где лучшее место подсиние у нас нам дачи удачи но я про персики а за них переживаю но если вы говорите что персики лучше будут расти в потене то можно посадить их потенем у нас на даче мы там время но в 40 градусов все равно замерзнут или подмезла так что потом долго восстанавливаться вот давайте все-таки их укрывать мы для этого сидим с вами значит нет я имею ввиду частично вот смотрите вы можете посадить как положено вертикально да сергей обрезку вам сделал сделал начал на счет расти в разные стороны больше него не подходите и вот эти нижние скелетные ветки должны уйти под зиму то есть под снег вот и тогда вы будете спокойны что если даже отмерзнет то что над снегом он восстановится за год назад вот этот момент так а вы говорите укрывать и как их укрывать его снег укроет а второй второй вариант во первый год просто картонная коробка второй год большая картонная коробка третье год знаете есть огромные коробки из-под этих холодильник холодильником что на цепочке встаешь чтобы дотянуться вот вот такое картонная коробка да целиком тут можно будет ужимать его связывать ветки и целиком доставить их не проблема такой коробка несколько лет вы обеспечены уже на третий год заплодоносит можно второй на третий точно вот у нас там ветра видеть коробками укроет ветра ну тогда значит это нет коробку то надо как-то закрепить понятно второй вариант садить сразу с наклоном а потом укрывать полу к таком наклонном состоянии до 45 60 вот и потом есть несколько способов укрытия но самое главное чтоб от снега не сопрел вот я например делал так 5-6 кольев вокруг на коле я коли укрывал то есть сверху чтобы они саженцы полукрыты коля набил так чтобы на коле ложился стеклоткань ложилась а уже на сверху на стеклоткани чтобы чтобы не давило уже тогда снег а там уже в этом уютном помещении он уже соприваться не будет вот и не замерзнет это уже точно будете кушать персики так ничего пойдем угощаться ну яблоки кстати 8 но вы взяли мелбу а ну слава богу это та самая знаменитая мелба из канады куда угодно дело в том что это же это удобрение да смотрите видите это я раздавливал мне вот эту грушу да вот эту грушу прислали из смоленска если невозможно и наглядно если не смейтесь я специально чтобы гости не поднимали и тем не менее в дикой жару почему они там ценятся вот попробуйте попробуйте она даже еще почти съедобно почти а я каждый год их давлю чтобы не позориться опять грязными руками первый год из-за дикой жары за 30 лет идемте сюда за дикой жары пойдемте если это для вас пойдет давайте подумайте вот эти этого воронежская это на этом же дереве а у меня тут 10 сортов вот видите уже брезгуйте мы сейчас я-то не брезгую охотя хохол шучу но и смотрите сейчас то наша задача стрясти последний нет вот здесь давайте здесь иначе рискуя жизнью подходите и трясете дерево сильнее 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 еще вон люди дело в том что они уже на недоступной высоте остались да пойдет это средненькая а супер сорта у меня уже закончились я имею ввиду они чем летнее тем раньше разрывает самая сладость уже их нету но они намного отличается я говорю специально для чего я фильм снимаю есть жаркие страны да нам мы настолько капризны у нас чуть-чуть солнца не хватает уже не будет сладости потому сладость это экспотосинтез это производство глюкозы солнцем и листьями вот ну ладно угостил вас так да не за что не за что не за что нарядные фильмы ну то будто первый который я ругал это смолецкая вот а это воронежская воронежская да мы там еще но они на подходе ну давайте пройдем немного хорошо давайте так посмотрим посмотрим эти он груши лежат вот смотрите там в этом году мало ведер 20 вот это дерево дало вот ничего себе она это посвете размеры дерево это самая крупная груша в сибири видите рядом это вот эти листья широкие такие это орех манджурский это так сказать символ братья на век и смотрите что мешает манджурский орех проклинаемый всей наукой за то что он нельзя их в саду растить у меня вот это груши ну нарядные фильмы в этом году отдыхает вот и сварок дают по 40 йодер при этом они сомкнулись с кронами с манджурским орехами он совершенно не мешает это я по случаю у нас только предубеждение разных у нас только глупости в садах а вот это есть лесная красавица пойдемте я вам сейчас ну-ка это от вас будет зависеть ну вот такая вырастет ведь она уже отошла ну давайте да вот я вас привез другой смотрите она уже отошла вот и из-за того что я калечи все время ветки брал видите какой они вид потому что все время они маточные деревья я вынужден брать ветки на сотни из каждого дерева для того чтобы вы имели возможность саженца купить вот жалко что все лучшее позади так в основном это абрикосовый сад видите нужно пустой вот и он почти единственный сад который плодоносил исключает сером кстати на холмике да а вот кстати это как раз сообразие смотрите прошлом году у сергей не купили этот саженец он был как бы переросток он уже у нас такой принцип там он во всем мире вообще стоит чем больше садится он дороже до 20 тысяч до 30 до 40 тысяч за одну на самом деле их надо выбрасывать и сергей на 3 4 год выбрасывает причем сжигает их мы не купили и все вот иногда когда появляется место ради вот смотрите саженец 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 видите смотрите сюда вот здесь 30-летний пень глядите я был вынужден учесть абрикоса живое это живой чтобы посадить персики вот они видите кстати я вам сказал про кустовидную форму про кустовидную форму сказал да это персики раз значит теперь убрав огромный абрикос я получил возможность посадить несколько есть сеянцы смотрите это самосев я их потом отдельно буду продавать это самое ценное знать почему тут их было тысячи а вот тут их было за все годы десятки тысяч то есть на каждом квадратнометре сотни я их не успел собирать огромный урожай вот это дерево рекордсмен 40 ведер собрали еще под ним оставалось тысячи костей это мои рекордсмены которые невиданные вообще наука она говорит мы не занимаемся многие регионы занимаемся абрикосы они растут не могут а про нас байкалом уже выйдет вы даже слышали про байкалов но мы как-то наглеем и вот что получается самосев я же не для вас только показываю для всех вот это значит они будут выкопаны и рублей по 500 проданы вот это самая ценная вещь не всем же дано жить под синим в маску рублевке правительство назвало под синим рублевкой типа московской что на него не подступиться и там нечего делать заслуженным агроном россии вот это горькая правда а вот это смотрите в двухлетний был пересажен ну и сюда вот и то же самое ждет вас но наверняка вам однолетние продавал а вот эти после двух лет никто не купил я забираю и вот пожалуйста посадка на холм вот видите первый рожай на третий год здорово да вот это это мой сад как бы является выставочно образцовым чтобы повторяли так же они не выдумали всякую херню как книга в газетах а как называется а сейчас скажу там где-то бывает а так что смотрите эту память яковлева у нас такой нет да у нее особенность вот жалко сейчас закончится съемка сама по себе у них почки вот они они отличаются от всех но это вы потом начать и различать вот эти почки такие вот такие вот только у память яковлева невозможно спутать это а кстати с воронежа прислали как назвали десертная воронежская вырастила казалось память яковлева ну ладно наверно сейчас все закончится да благодарю за внимание зря вы не попросили такой сады а мы не знали да вы так на угрожайте еще а я щас вас попрошу